Добрый день! Итак, второй день Чикаго, 22 марта 2016 года. И в этот день мы решили отправиться на своей машине, потому что у нас было два назначенных мероприятия в разных местах, и мы хотели везде успеть, потому что на своей машине кажется быстрее. Первое место, в которое мы отправились, это мечта многих американских девчушек, а именно кукольный магазин, куклы в котором сделаны по образу и подобию настоящих девочек-американок. Я про него буду рассказывать уже завтра, а сегодня просто говорю о транспорте, потому что нам нужно было еще потом успеть в даунтаун на пешую экскурсию по центру Чикаго. И почему не на своей машине? Тем более, что Володя нас проконсультировал, сказал, что мы можем ездить на автобусе, что мы можем ездить на троллейбусе, на трамвае вернее, и можем ездить на такси. Нам оказалось, что на такси нам удобнее, не только потому что быстрее, но и по денежкам получалось почти так же, как если бы мы ехали на общественном транспорте, потому что нас было четверо. И мы вызывали такси. И я хочу вам рассказать, что даже если вы на машине, но города не знаете и не знаете, где парковки, то такси – это самый лучший выход. Наверное, если вас четверо или более. По поводу такси я сразу же хочу сказать, что я на собственном опыте убедилась, что есть такси – приличная цена, и есть такси, которые в два раза дороже. Поэтому я считаю необходимым познакомить вас с тем такси, которым мы пользовались, и которое я вам очень рекомендую, потому что в первую ночь уже мы увидели эту разницу. Мы по телефончику проверили цену на то такси, которое мы всегда пользовались, а вышли мы к дверям аэропорта для того, чтобы нам такси подали, и цена была вот такую – 23 на Урбан и 50 на то такси, которое вам подадут в аэропорту. Поэтому я сейчас покажу, как Лиля пользовалась своим телефончиком, чтобы все у нас было вовремя. Свет нормальный. Свет нормальный. Вы говорите, что вы делаете? Это так. Говори, куда мы пришли. Мы заходим, как называется такси? Мы заходим Uber. Uber. Да, вот наша улица, где мы сейчас находимся. То есть мы ее подтверждаем. Что мы здесь? Что мы здесь. И выбираем, куда мы едем. А мы едем в этот музей Science Industrial and Science Museum. Museum of Science and Industrial. Вот у нас, получается, две дочки. Зелененькая – откуда, красненькая – куда. Так, у нас четыре человека. Вот оно расстояние. Да, посылаем реквест. Сколько мы будем ехать? Сейчас нам скажут. Вот идет подтверждение. Четыре минуты нам ехать. Леандра, Chevrolet, Captiva. А через четыре будет машина. Да. Через четыре будет машина. Через четыре будет машина. У нас оплачено по карточке. Да, у нас указаны последние цифры, карточки. То есть деньги уже сняты. И мы сейчас… И водителю потом ничего не надо давать. Можете типовать, можете даже нет. Потому что говорят, у них приличная церковь. И после поездки всегда мы должны ставить оценку водителю. Как вам понравилось. Все, спасибо. Нам вот видно, что к нам подъезжает даже машинка, которая нам ответила. Сейчас она подъедет. Вот это наше место, да? Да. Вот так вот сейчас он к нам приедет и скажет, выходите. И в первую ночь мы заплатили две цены практически, даже чуть больше, чем две цены за службу такси. Потому что чувствовали себя неуверенным, чтобы забить данные карточки в компанию, которую не очень хорошо знали. На следующий день нас Володя убедил, что компания приличная, что ей можно доверять и свою карточку, и свою жизнь. Люди все под контролем, потому что вы ставите оценки тому, кто вас привез. Это обязательное условие. И уже на следующий день мы забили карточку и удобно пользовались. И мы жили недалеко, я вам говорила. Это буквально там в 15-20 минутах от центра. И нас увозили за 12 долларов, за 10 долларов, за 18, в зависимости от того, куда мы ехали. Такси приходило очень быстро. Ближайшее такси подходит, вас забирает. И по денежкам это было нормально. По поводу парковок. Я вам уже рассказывала, когда о Миллениум парке, я говорила, что он самый крупный парк, расположенный на крыше подземной парковки. То есть парковки-то есть, но цена очень кусочая. Мы когда вот проехали во второй наш день в центр и решили запарковаться, мы выбрались наверх для того, чтобы поискать более-менее приемлемую цену. Потому что под землей, по-моему, оно начиналось с 26 долларов, что-то такое. Причем вот эти 24 доллара уже, по-моему, за два первых часа. А если мы побольше будем, то она уже выше. И мы нашли на улице Валей Пакин. Те, кто живут в Америке, знают. Это когда вы отдаете ключи о своей машине, ее паркуют, а в назначенное время вам возвращают. Они нас предупредили, что мы должны за 10 минут позвонить до того времени, когда мы захотим сесть в свою машину. Они нам ее подгонят. И цена там была нормальная. Мы платили 18 долларов за 5 уже часов. А нашли потом еще дешевле. Просто мы раньше не обращали внимания. Напротив музея искусств, там мы смотрели выставку Ван Гог, такой Валей Пакин за 14 долларов за 5 часов. То есть, пожалуй, одна из самых лучших цен, которые я видела. Я прошу вас, вы, пожалуйста, под этим видео напишите, какие Валей Пакин вы знаете и какая там цена, чтобы те, кто будут пользоваться советами по транспортировке в Чикаго, чтобы они знали, а где-то здесь Валей Пакин, и он будет подешевле. Что касается своей машины, мы так намучились во второй день с нею, что всем рекомендуем, если вы просто турист в большом мегаполисе, то уже на своей машине ездить не стоит, просто потому, что вы не знаете, где ее можно оставить хотя бы на несколько минут. А платить каждый раз вот такую сумму получается значительно дороже, чем услуги такси. На этом я сегодня с вами попрощаюсь. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Счастливых вам путешествий.